Мы продолжим тему форума сообщества. Здесь в студии гости новостей Сергей Рыбальченко, председатель комиссии Общественной палаты России по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей. Сергей Игоревич, здравствуйте. Здравствуйте. Приветствую вас в нашей студии. Подошел к концу первый день форума сообщества. Он у нас проводится впервые. Вы наверняка тоже в нашей республике находитесь впервые. И давайте начнем с того, что вы расскажете нам вначале о форуме и о своих личных впечатлениях. Как вам край башен и легенд? Край прекрасный, но я еще только собираюсь познакомиться с его красотами, хотя, въезжая в город, я увидел, насколько он красив, современный и много о нем наслышан, но вот своими глазами всегда это приятнее услышать. Что касается форума, то хочу обратить особое внимание, что этот форум проводится на Северном Кавказе впервые за пять лет в регионе Северного Кавказа. И очень много для того, чтобы этот форум прошел, сделал председатель Общественной палаты Республики Ингушетия Ляйла Сосламбеком-Намирханова. В общем-то, она обратилась, выступила с такой инициативой. Была большая конкуренция, но я очень рад, что форум сейчас проходит именно в Республике Ингушетия, в Магасе. Можно сказать, что мы победили в этом конкурсном отборе, да? Вы абсолютно справедливо победили и заслуженно. Сергей Игоревич, в сфере демографии вы работаете много лет. Как вы оцениваете общую демографическую ситуацию в нашей стране? Эта тема сейчас, как никогда, актуальна в свете того, что президент объявил 2024 год годом семи. Президент назвал демографическую ситуацию в стране чрезвычайной. И для этого есть соответствующие обоснования, потому что рождаемость снижается. И несмотря на то, что и смертность тоже снижается, тем не менее, естественная убыль такова, что каждый год мы теряем примерно 400-500 тысяч человек. Конечно, частично компенсируется миграция, но ненамного. Основная наша задача стратегическая, это все-таки преодолеть кризис и повысить рождаемость до уровня воспроизводства населения. Ну и, конечно же, я очень рад, что Республика Ингушетия впереди в этом очень важном демографическом проекте страны, потому что я считаю, что у нас есть две операции. Внешняя специальная военная операция, а внутренняя специальная демографическая операция. Вот вы здесь как раз лидеры и, можно сказать, герои. Да, как вы сказали, по официальным данным, наш регион в числе лидеров по рождаемости в стране. Помимо многочисленных мер социальной поддержки, которые сейчас оказываются государством, какие еще проекты, программы для увеличения численности населения вы можете выделить? Ну, прежде всего, нужно отметить, что если мы говорим о повышении рождаемости, то стратегический вектор – это поддержка многодетной семьи. И здесь Республика Ингушетия демонстрирует не только высокие показатели рождаемости, но и высокие показатели численности многодетных семей. Я даже вспомню цифры 15-летней давности, когда делался первый доклад о многодетных семьях в Российской Федерации, то в Республике Ингушетия на тот момент 44% всех семей с детьми были многодетными, имели трех и более детей. Это был самый высокий показатель среди всех субъектов Российской Федерации. Ну и на сегодняшний день у вас тоже хорошие показатели. Сергей Игоревич, с начала этого года в нашей Республике открыли 12 новых детских садов, что позволило создать 1530 дополнительных мест. Но есть и альтернативные варианты. Я имею в виду ваши проекты «Профессиональные няни-дети». В каких регионах вы реализуете свой проект? Сегодня проект реализуется в более чем 50 регионах Российской Федерации, но активно в 18 регионах. Наиболее, скажем, такие масштабные, наибольший масштаб он приобрел в Вологодской области, в Ульяновской области. Сейчас Кемеровская область включается в работу. Но могу отметить, что это, как правило, социальные няни, которые приходят в семьи, где воспитываются дети с инвалидностью или многодетные семьи. И это помощь мамам прежде всего. Почему это не альтернатива детскому саду? Это, скорее всего, такая дополнительная, очень важная услуга. Потому что детский сад, как правило, может быть и не в шаговой доступности, или, допустим, няня в детский сад, вы не можете, допустим, повезти детей, если вы многодетная мама. А здесь няня приходит либо домой к маме и помогает, и дает ей возможность так называемого обеспечить передышку, заниматься своими делами. Либо, допустим, няня у себя дома принимает детей, а значит, нам ничего не нужно строить. У нас фактически все есть. Особенно важно это реализовать в формате семейных детских садов, когда многодетная мама, она может работать воспитателем и как своих детей воспитывать, так и детей из соседних домов и от соседей. Таким образом, как своих детей воспитывать. Вот такие проекты активно развиваются в Москве и в Краснодарском крае. Я считаю, что вариативная система услуг по уходу и присмотру – это наше будущее, которое в конечном счете работает на повышение рождаемости. Сергей Игоревич, первый день форума «Сообщество позади», завтра второй день. Что нас ждет? Вот завтра будут две наши основные сессии, где я буду модератором вместе с Ляйлой Сатламбековной. Это сессия «Многодетность как традиция, ценность и философия жизни нашего общества», где мы будем говорить о мерах поддержки многодетных семей, в том числе будем знакомиться с вашим опытом передовым. А вторая тема – это традиция поколения и семейные ценности. На этой сессии мы подпишем соглашение о взаимодействии по сохранению и укреплению традиционных семейных ценностей в Республике Ингушетия вместе с Лейлой Сатламбековной. О чем это соглашение? О том, что у нас есть общие ценности для всех народов и традиционных религий. Это брак как союз мужчины и женщины, многодетность как основа справедливости поколений, забота о детях, почитание родителей, уважение к старшим, память предков, преемственность поколений. И чем больше нас объединяет, тем меньше нас разделяет. Вот когда мы такие соглашения начали подписывать, в украинских пабликах началась истерика, потому что они считали, что мы сейчас начнем побивать камнями тех, кто не разделяет ценности. Мы наоборот говорим, наши ценности масштабны, и еще раз возвращаясь к тому, значит, если они против нас таким образом выступают, значит, говорят о том, что мы правы. Будем также продолжать действовать. Желаю вам удачи, успехов на форуме и в реализации всех ваших проектов. Спасибо. Я желаю больших успехов вашей республике и общественникам, гражданскому обществу, которые здесь очень активны. Благодарю вас за визит в нашу студию. Всего доброго.